Одно выступление, и безусловно, это тоже наш герой, наша героиня, Даша Сальксиан. Это человек, благодаря которому читатели теории и практики узнают о многих молодых ученых. Что такое? А, я завожу, наверное, свой микрофон этим. Вот, при этом Даша еще работает для журнала «Больший город» и ведет там целую рубрику, которая называется «Медицина». И благодаря Даше многие читатели узнают не только о молодых ученых, но и, в частности, о врачах. Так вот, спрашивая у Даши, о чем бы ты хотела рассказать, мы вдруг узнали, что именно о врачах. Поэтому последняя на сегодня презентация будет посвящена Дашиным героям. Да, здравствуйте всем, меня слышно? Да, прекрасно. Я думаю, что мы можем начинать, потому что, в принципе, все, что я хотела сказать, я сказала в презентации. Я работаю в журнале «Больший город», отвечаю там за медицину, и, наверное, цель моей жизни сделать так, чтобы люди как можно меньше говорили о врачах, как о врачах-убийцах и убийцах в белых халатах, потому что в таких условиях врачам нереально сложно работать с такой репутацией. И поэтому мы стараемся делать все, что мы можем делать. Я совершенно не понимаю тех журналистов, которые выдумывают историю про то, что врач съел ребенка, врач изнасиловал пациентку и так далее. Потому что, на самом деле, достаточно просто рассказать о работе хорошего врача, разведить какой-то медицинский миф, и ты сразу получаешь десятки тысяч просмотров и спокойную совесть, хорошую репутацию, все хорошо. За свою практику я взяла около, наверное, за небольшую практику около 60 интервью, и с тех пор, как я начала это делать, я, если за неделю я не вижу человека в белом халате, у меня портится настроение, я перестаю есть, солнце светит не так уж ярко, и у меня становится очень плохо, поэтому я стараюсь делать это довольно регулярно. У меня, конечно же, нет розовых очков, и прекрасно понимаю, что тот человек, который выписал мне препарат без единой молекулы действующего вещества, то бишь апциллококтинум, это, конечно, бонус профессии. Но я также прекрасно знаю, что есть прекрасные люди, которые вдохновляют, и, несмотря на то, что никто из них не спас мне жизнь, я расскажу, почему все-таки их стоит любить. Каждый врач довольно страстный человек. Я знаю невролога, которого просто хлебом не кормить, дай полечить головокружение. Главврач одной офтальмологической клиники как-то сказал мне, что если доктор не влюблен в такую женщину, как сетчатка, ему в нашей клинике делать нечего. Они реально безумные люди, они безумно самовлюбленные люди. И это, конечно, они любят себя в своей работе. И было поначалу довольно странно получать письма в духе «я очень крутой, возьмите у меня интервью». Но потом ты берешь это интервью, понимаешь, что человек нереально крутой, влюбляешься по уши, и потом очень приятно гладить эго этих прекрасных врачей. Они довольно разносторонние люди. Я как-то брала интервью у человека, врача, очень хорошего, который все интервью просидел вот так вот. Он мне показался очень скромным, очень стеснительным, ботаным. А потом оказалось, что он по Москве разъезжает в косухе, и он очень увлекается Максу-скутерами. Вот как-то так. Врачи обладают сверхспособностями, несмотря на отвратительный почерк, который, думаю, каждый из вас видел. Они имеют прекрасную дикцию и могут выговаривать такие слова, как гипербилирубинемия, адреналейкодистрофия, лимфогранулематоз, мукополисахаридоз и так далее. Попробуйте сделать это как-нибудь сами. Врачи очень заботливые люди, и за время за свое интервью я, например, узнала, как разделывать кролика, где самые лучшие пироги, что мне нужно больше питаться и ходить в эти места, где хорошие пироги. Во Вьетнам, когда я уехала, мне слали тревожные письма, не съела ли меня еще акула. В общем, очень приятные приятельские отношения, и спор поддерживаем. Я совершенно не понимаю тех людей, которые не любят ходить по врачам в профилактических целях. Потому что это же прекрасно. Тебя обследуют целый час, о тебе спрашивают, о тебе говорят. И ты выходишь обычно без какого-либо заболевания, потому что это профилактический осмотр. И это очень психотерапевтично, поэтому я вам советую. Тут мне нужно два слайда, и я объясню, почему врачи такие циники, как многие думают. Работа в детской онкологии довольно сложная. И морально, конечно же, и материально. Там не очень много денег платят. Врачи не высыпаются, не видят своих детей, потому что им приходится доставаться на ночь, чтобы следить за теми детьми, которые в тяжелом состоянии. Но у детей стоят подключичные катетеры, и это всем ставят. И большой белый пластырь сверху. Этот пластырь нужно регулярно менять. И врачи иногда приходят менять. Они обязательно берут с собой ручку, чтобы нарисовать на этом пластыре цветочек или самолетик, или что угодно еще, чтобы попросить ребенок. Хотя, ну, понятно, что никто их не обязан делать. Я как-то сидела у врача, и от меня воняло водкой, потому что мне протерли кожу, чтобы поставить такую шапочку. Мне снимали электроэнцефалограмму, и я получила лучший в своей жизни комплимент. Мне сказали, девушка, у вас такой красивый альфа-ритм. Ну, это, конечно же, не у вас глаза голубые, как небо. Я раньше брала очень много разных интервью у стюардесс, у поваров, у артистов. Но самыми жизнерадостными оказались врачи. Что удивительно, онколог и патологоанатом. Вот, вот, правда. Это вот, например, онколог Миша Лосков. Очень приятно поговорили. Вот. И еще в тему жизнерадостности врачей. Вы, наверное, не очень знаете, что они делают в операционной, кроме основного. Но там обычно играет музыка. И они пританцовывают при возможности и подпевают. И, конечно, чтобы это не мешало основной работе. Вот такие вот веселые у нас врачи. Вот. И что врачи, кстати, очень творческие личности, и что объединяет всех этих людей на картинке, это то, что они в какой-то момент в своей жизни решили стать врачами. И я думаю, что если вы задолбите своего доктора какими-нибудь претензиями, в конце концов, он бросит все к чертям. И напишет, Гагарин, я вас любила, ой, или я майка, я родился в майке. Так что попробуйте. Врачи, люди с прекрасной самоиронией. Есть ЖЖ-сообщество, где обсуждаются насущные вопросы. Все очень серьезно. Там собираются крайне вменяемые врачи. Сообщество называется Доктор Киллер. Обращаются эти люди друг к другу не иначе, как врачи-убивцы. И, собственно, где написано написать комментарий, там написано убить больного. Вот. Это еще одна причина любить врачей и ходить к ним. Это стоматолог. Я брала у него интервью. И я напоминаю девушке, что к дантисту нужно ходить каждые полгода. И, собственно, при желании могу дать контакт и вообще слить всю информацию об этом человеке. Вот. Я не знаю, как-то изменилось ли ваше отношение к врачам после этого выступления. Но я вам расскажу свою историю. Как-то у меня начала дергаться рука непроизвольно. И чем больше я начала на это обращать внимание, тем больше она дергалась. Тем чаще она это делала. И я придумала себе уже кучу других болезней совершенно страшных. В духе, там, хорей, гентингтона, опухоль мозга и так далее. И решила пойти к своему любимому неврологу, Которому я целиком и полностью доверяю, Которому просто безумно хорошо отношусь. Он меня послушал, вопросы поназадавал. Потом сказал одно слово. Ерунда. И точка. У меня все прошло. Поэтому я думаю, что просто очень полезно ходить по врачам и любить их. Вот. Да. И читать про них материалы Даши. Да. Ну что?